Легко ли углеводы превращаются в жир? Существует ли какая-то разница между разными типами углеводов в этом аспекте? Стоит ли убирать из рациона углеводы, если перед тобой стоит цель избавления от жира? И сколько углеводов надо съедать каждый день, чтобы они активно начали откладываться на боках? На все эти вопросы мы с тобой сегодня будем давать максимально непредвзятые, научно обоснованные ответы, подкрепленные доказательной базой. Меня зовут Павел Баранов. Ставь чай, устраивайся поудобнее, поехали! Итак, углеводы являются наиболее распространенным классом природных органических соединений и обладают множеством важных функций. Каких, например? Во-первых, резервно-энергетическое, ведь поступившая в кровоток глюкоза способна откладываться в виде гликогена в скелетной мускулатуре и печени, чтобы потом быть использованной как эффективный источник энергии. Во-вторых, это защитно-механическая функция. Ведь основное вещество трущихся поверхностей наших суставов, а также сосудов и слизистых оболочек, также имеет углеводную структуру. Яркий пример известный, наверное, всем благодаря косметологии гиалуроновая кислота, которая, например, является главным компонентом синвеальной жидкости в наших суставах. В-третьих, это опорно-структурная функция. Например, хондроэтинсульфат, являющийся одним из основных компонентов соединительных тканей, также является углеводом. В-четвертых, гидроссматическое ионорегулирующее. Это означает, что углеводы обладают такими физико-химическими свойствами, которые позволяют им влиять на концентрацию в организме электролитов, а вместе с ними и воды, как во внутриклеточном, так и в межклеточном пространстве. Ну и в-пятых, кофакторная функция. Например, такое вещество, как гепарин, который по своей природе является углеводом, является антикоагулянтом, то есть препятствует свертыванию крови, а также участвует в обмене липопротеинов. Но хватит занудствовать и давай переходить ближе к нашей сегодняшней теме. Первое, что тебе нужно понимать, это тот факт, что углеводы это исключительно растительный продукт. В продуктах животного происхождения углеводы либо полностью отсутствуют, либо в редких случаях содержатся в минимальном количестве. Ну, например, в молоке. Углеводы являются основным компонентом зерновых излаков, фруктов, ягод и овощей, в первую очередь крахмалистых, бобовых, включая фасоль, чечевицу и горох. А также они содержатся в орехах и ореховых пастах, в некоторых молочных продуктах, ну и в известных всем снеках, кондитерских изделиях, соках, газировках и спортивных напитках. Второе, что нужно понимать, это то, что в процессе пищеварения желудочно-кишечный тракт человека расщепляет сложные пищевые структуры на составные части. Белки расщепляются на аминокислоты, жиры на жирные кислоты, а углеводы, такие как дисахариды, олигосахариды и полисахариды, расщепляются на моносахариды, то есть на глюкозу, фруктозу и галактозу. Что это означает в практической плоскости? Это означает, что любые углеводы, которые ты потребляешь с пищей, в конечном итоге распадаются на простые сахара, в виде которых и всасываются в кровоток. Это может быть гречка, это могут быть другие крупы, кино, обулгур, рис, овес, перловка, а также это может быть паста, ну в смысле макароны, спагетти, картофель, батат, ну либо сладости, пастила, зефир, мармелад и так далее. В конечном итоге организм все это превратит в глюкозу. Интересен также тот факт, что фруктозу и галактозу, несмотря на то, что это моносахариды, организм по большей части также превращает в глюкозу. А все потому, что именно глюкоза является тем самым элементом, который наиболее удобен нашему телу для осуществления всевозможных биохимических процессов. Представь, что ты приезжаешь в какую-то экзотическую страну и у тебя с собой есть запас денег на все необходимые расходы, но при этом все твои деньги это рубли, доллары и евро. А все местные магазины и заведения принимают лишь местную валюту. Для того, чтобы полноценно использовать все имеющиеся услуги, тебе придется обменять все три твоих валюты на местную. Так и в организме. Допустим, ты съедаешь порцию риса и выпиваешь стакан молока с медом. Ну, странное сочетание, но мне нужен какой-то пример. И ты получаешь из этого приема пищи крахмал, лактозу и мальтозу. При этом ходовой валютой в организме они не являются, поэтому все будут преобразованы в глюкозу. Ведь она нужна и мозгу, и печени, и мышцам, и многим другим органам и тканям. Или другой пример. Например, ты съедаешь 10 кубиков рафинированного сахара и получаешь из него глюкозу и фруктозу 50 на 50. Ведь сахар это сахароза, а сахароза это глюкоза плюс фруктоза. В конечном итоге глюкоза останется глюкозой. А фруктоза, несмотря на то, что это мономер, также по большей части превратится в глюкозу. Ведь организму чистая фруктоза очень редко когда нужна. Ну, например, она является важным источником энергии для сперматозоидов и влияет на их подвижность в фазе контакта с яйцеклеткой. Означает ли это, что нет никакой разницы, что ест человек рис, гречку, овсянку, несколько фруктов или пачку чистого сахара? Ну, разница все же есть. Да, все углеводы тело все равно превратит в глюкозу, но не следует забывать, что помимо углеводов там присутствует много чего еще. И не уделять этому внимания было бы совершенно некорректно с нашей стороны. В любом случае, про оптимальные пищевые источники углеводов я расскажу в конце этого видеоролика. А сейчас нам с тобой необходимо разобраться, легко ли углеводы превращаются в жир при переедании, каким образом пищевые сахара могут запасаться в виде спасательного круга на талии, и откуда в англоязычных источниках появилась известная фраза «Fat burns in a carbohydrate flame», что переводится как «жир горит в огне углеводов». Итак, смоделюруем такую ситуацию, при которой ты съедаешь слишком много углеводов в течение нескольких дней подряд. Под фразой «слишко много» я подразумеваю превышение калорийности поддержки. То есть ты намеренно уходишь в профицит и съедаешь, ну, допустим, 500-600 граммов углеводов ежедневно. Попадая в ротовую полость, углеводы начинают расщепляться уже во рту под воздействием фермента альфа-амилаза слюны. После чего они транзитом проходят через пищевод и желудок, где их переваривание приостанавливается, а затем из желудка попадают в 12-перстную кишку, где переваривание снова возобновляется по действиям панкреатической альфа-амилазы, которая вырабатывается поджелудочной железой. В тонком кишечнике все углеводы проходят через полостное и пристеночное пищеварение, в результате чего расщепляются до мономеров, то есть глюкозы, фруктозы и галактозы. Расщепить их еще сильнее невозможно, так как мономеры – это уже конечные продукты гидролиза. И в конце происходит всасывание с последующим попаданием в кровоток и в клетки целевых органов и тканей. Наша с тобой задача – понять, каким образом при длительном поступлении избыточного количества углеводов происходит липогенез Денова, то есть синтез новых жиров. На боках, конечно. Для этого нам придется немножко погрузиться в биохимию. К сожалению, без этого никак, но я постараюсь сделать это по минимуму. Итак, процесс создания нового жира из углеводов возможен в том случае, если человек потребляет очень большое количество углеводов из еды в течение длительного времени, создавая избыток поступающей энергии, он же профицит. Этот процесс, называемый липогенез Денова, происходит в двух типах клеток. Это гепатоциты – клетки печени и адипоциты – жировые клетки. Поскольку практически все углеводы, поступившие в организм с пищей, превращаются в глюкозу, то сейчас она становится главным объектом нашего внимания. В клетке на глюкозу действует сразу несколько ферментов, поскольку она участвует в метаболическом пути, называемом гликолиз. В конце этого пути глюкоза превращается в пировиноградную кислоту, или пируват, а затем перемещается в метахондрию клетки, где на него действует другой фермент, превращающий ее в ацетилкофермент альфа. Этот ацетилкофермент а проходит второй метаболический путь, который называется цикл трикарбоновых кислот, или цикл Крэпса. На одном из этапов этого цикла он превращается в цитрат. Цитрат может покидать метахондрию, а затем снова превращаться в ацетилкоа, и дальше ацетилкоа превращается в маланилкоа, который уже впоследствии необратимо блокирует транспорт высших жирных кислот в метахондрию и переключает окисление жирных кислот на их синтез, то есть, грубо говоря, переключает сгорание жира на создание жира. И в конце образуется полиметиновая жирная кислота. А полиметиновая жирная кислота может преобразовываться в другие жирные кислоты, которые посредством процесса эстерификации превращаются в триацилглицерол, или в триглицериды, да, в жир. В тот самый жир, который при соответствующем стечении обстоятельств может запасаться у тебя на боках. И у меня на боках. Все мы отчасти уязвимы. Хорошо. Теперь ты знаешь, как работает механизм образования жира из углеводов. Пришло время разобраться, насколько активно этот механизм реально работает в повседневной жизни. И стоит ли тебе переживать насчет углеводов в рационе, если цель это снижение процента жира в организме. Итак, для жизнедеятельности, для работы всех органов и систем, а также для выполнения физической работы, твоему организму нужен универсальный источник энергии. И этим источником энергии в организме человека является аденозин-3-фосфат, или АТФ. Организм может получать АТФ при окислении жиров. Это как раз тот процесс, который в обиходе принято называть жиросжигание. Также организм может получать АТФ при окислении глюкозы. А этот процесс называется гликолиз, и он бывает как аэробным, ну это, например, когда ты выполняешь кардио-тренировку, так и анаэробным, это, например, когда ты выполняешь силовую тренировку. Это говорит о том, что первое, куда расходуются употребленные в пище углеводы, это создание энергии здесь и сейчас. Также, помимо использования энергии, можно и запасать. И если растение запасает энергию углеводов в виде крахмала, то животные запасают ее в виде гликогена. А гликоген — это такая форма хранения в организме глюкозы, которая позволяет в нужное время доставать ее из этого хранилища и использовать. Он может запасаться много где, но основными резервуарами являются клетки мышц и печени. Причем, чем больше объем скелетных мышц человека, тем больше гликогена он может запасти. Это говорит о том, что второе, куда расходуются съеденные углеводы, это запасание в виде гликогена в клетках мышц и печени. И правда в том, что даже если ты употребляешь в пищу достаточно много углеводов каждый день, эти резервуары гликогена никогда не заполняются до отказа. Ведь ты не лежишь на диване 24 часа в сутки. Ты ходишь, двигаешься, занимаешься домашними делами, гуляешь с ребенком или с питомцем, или просто гуляешь. А также, может быть, ты тренируешься. Занимаешься бегом, плаванием, скандинавской ходьбой, командными видами спорта, гимнастикой, ходишь в тренажерный зал. В таком случае при регулярных спортивных тренировках шансы заполнить гликогеновые деподы отказа будут и вовсе стремиться к нулю. Это действительно так. Но теперь самое интересное. Липогенез Денова, то есть синтез нового жира из углеводов, активно начинается только тогда, когда все хранилища гликогена заполнены до отказа. И до этого момента синтез жира из углеводов просто не может быть выражен сильно, поскольку превратиться в ликоген в глюкозе гораздо проще, чем превратиться в жир. Разумеется, мои слова не могут являться весомым подтверждением чего-либо без доказательной базы. Поэтому, чтобы доказать все вышесказанное, нам потребуется обратиться к актуальным научным данным. Исследование, которое мы рассмотрим первым, называется «Липогенез Денова при контролируемом перекармливании сахарозой или глюкозой у худых и полных женщин». В рамках этого исследования ученые взяли группу женщин с обычным телосложением и группу женщин с ожирением и поместили их в специальные калориметрические комнаты с целью изучить, насколько сильно сахар в действительности превращается в жировые запасы при переедании. Поскольку все испытуемые находились в калориметрических комнатах, помимо выделяемого ими тепла, исследователи круглосуточно контролировали их сон, бодрствование, приемы пищи, физическую активность, а также окисляемые энергетические субстраты и биохимические показатели крови. При этом участники соблюдали три разные диеты. Сначала все они соблюдали контрольную диету, которая имела калорийность поддержки, то есть они потребляли столько же энергии, сколько затрачивали в течение суток. При этом 48% калорийности составляли углеводы, 40% жиры и 12% белки. Энергетическая ценность этого рациона составляла примерно 1900 килокалорий. Затем их начали намеренно перекармливать, увеличив калорийность на 50%, 27 из которых составляли углеводы, а 23 – жиры. То есть теперь суммарная ежедневная калорийность рациона составила около 2900 килокалорий. Это 375 грамм углеводов, 56 белков и 136 жиров. Забегая вперед, скажу, что у этого исследования очень впечатляющие и для многих крайне неожиданные и, возможно, даже шокирующие результаты. Помимо множества других параметров, в нем отдельно измерялась интенсивность запасания жира непосредственно из углеводов. Ведь технологии, реализованные в научно-исследовательском калориметре, способны отслеживать даже то, какие энергетические субстраты при каком процентном соотношении использует организм испытуемого человека. Первый интересный факт заключается в том, что базальный метаболизм женщин увеличился в среднем на 75 килокалорий в день, что подтверждает уже известное представление о том, что при переедании организм начинает компенсаторно повышать свой базальный обмен. Хотя и не так сильно, как многим того бы хотелось, конечно же. Второй интересный факт заключается в том, что их среднесуточные показатели уровня сахара, крови и инсулина также не претерпели значимых изменений по сравнению с контрольной диетой. Это подтверждает тот факт, что даже если ты, точнее, что если ты являешься здоровым человеком без диабета, то твой организм эффективно утилизирует всю избыточную глюкозу даже при переедании. Ну и, наконец, третий интересный факт заключается в том, что на диете с избытком калорий, на той самой, где ежедневно женщины употребляли в среднем 375 грамм углеводов, а это на секундочку почти полкило риса или макарон в сухом виде, прирост жира за счет липогенеза Денова составил, внимание, 3,7 грамма жира в день. Да, всего 3,7 грамма в день. Это означает, что для того, чтобы набрать 1 килограмм жира из углеводов, им пришлось бы продолжать соблюдать данный рацион с перееданием в течение приблизительно 250 дней. Это не очень сочетается с популярной в наши дни углеводно-инсулиновой моделью ожирения и фобией углеводосодержащих продуктов людьми, стремящимися снизить процент жира в организме. Не так ли? По результатам этого исследования мы получаем данные, согласно которым человек, калорийность поддержки которого составляет 2000 килокалорий в день, в случае переедания на 50%, то есть употребления 3000 килокалорий в день, из которых 1500 будут набираться углеводами, будет синтезировать около 30 килокалорий жира из всех этих углеводов, что при несложных подсчетах приводит нас с тобой к итоговой цифре 2%. Продолжая изучать полученные данные, мы можем увидеть, что все участницы набрали значительно больше избыточного жира, чем те цифры, которые я назвал выше. И появляется вопрос, откуда взялся этот жир? И ответ вполне очевиден. Из жиров. Ведь испытуемые передали не только сахарами, но и жирами, а механизмы запасания избыточного жира в организме работают гораздо проще и эффективнее, нежели создание жира с нуля из глюкозы или аминокислот. Только, пожалуйста, не спеши делать вывод, что жиры это плохо и их не надо употреблять в пищу. Это совсем не так. Но у тебя может появиться вопрос, куда же девались все остальные углеводы, которые ежедневно потребляли испытуемые? Их ведь было так много. Согласно данным калориметрических комнат, 90% из них попросту сгорали, преобразуясь в энергию. И лишь небольшая часть откладывалась в гликоген. Примерно 8%. Так что да, все участницы исследования набирали жир в процессе перекармливания. Но к этому приводил не сахар, к этому приводили жиры. Почему так происходит? Ну, потому что, как я уже говорил в самом начале, глюкоза является очень удобным элементом для организма и участвует в огромном количестве биохимических реакций. Использовать глюкозу в качестве основного источника энергии организму легче всего. И организм так устроен, что он всегда идет по пути наименьшего сопротивления и не делает того, что ему попросту невыгодно. Ну, а теперь я покажу ту часть исследования, которая мне нравится больше всего. Это график, который демонстрирует средние изменения энергетического статуса всех женщин, участвовавших в данном исследовании. На этом графике очень наглядно видно то, насколько маленькую дулю от всего набранного жира участницы получили за счет липогенеза Денова, то есть за счет углеводов. Вся остальная часть жира была набрана из жиров. Мне кажется, что это очень хорошая визуализация всей предыдущей информации, демонстрирующая не такой существенный вклад углеводов в формирование ожирения, какой ему принято приписывать. Хорошо, это мы выяснили. Но, возможно, у тебя появился новый вопрос. Как много углеводов нужно есть каждый день, чтобы все гликогеновые депо заполнились до отказа и процесс сжигания, создания жира из углеводов набрал максимальные обороты? И на этот вопрос также существует ответ, который был дан в нескольких исследованиях. Одно из них называется «Пересмотр концепции жирового баланса при ожирении у человека с особым упором на липогенез Денова». Кстати, все ссылки я приложу в описании. В этом исследовании мы можем найти график, демонстрирующий прогрессирующее интенсивное перекармливание людей углеводами в течение одной недели с последующим резким увеличением липогенеза Денова. Как видно на графике, в первый день это было 100 грамм углеводов, во второй 750, в третьей 800 и так далее. Даже с таким колоссальным количеством углеводов хранилища гликогена заполнились до отказа лишь на пятый день. При этом синтез жира из углеводов начался только на третий день и достиг своего пика лишь на шестой день переедания, когда количество потребляемых участниками углеводов ежедневно возросло до 1000 грамм. 1000 грамм углеводов в день. Это 1 килограмм 250 грамм сухого риса или макарон ежедневно. Это такая огромная кастрюля. И, скорее всего, большинство моих читателей съедает такое количество за неделю, но никак не за день. Вывод. Нам с тобой нужен вывод. Изучать он будет следующим образом. Независимо от того, какова твоя цель, снижение процента жира в организме, просто похудение без каких-либо углублений в науку, увеличение мышечной массы с одновременным сохранением как можно более низкого процента жира и так далее, тебе не следует бояться углеводов и не следует исключать углеводы из рациона или делать их количество очень низким. Адекватная причина для соблюдения низкоуглеводной диеты может быть только одна. Это отсутствие любви ко всей углеводистой пище. То есть, если ты искренне не любишь фрукты, крахмалистые овощи, крупы, злаки, хлебцы, хлеб, кондитерские изделия и так далее, если тебе все это попросту невкусно, то тогда да, для тебя может быть наиболее оптимальна низкоуглеводная диета. Ведь с точки зрения эффективности похудения самой лучшей будет та диета, которой человек может комфортно придерживаться как можно дольше без каких-либо нарушений. Если ты терпеть не можешь углеводы, но очень любишь белки и жиры, то да, углеводка может тебе вполне подойти. Во всех же остальных случаях сильно снижать углеводы в рационе питания нет совершенно никакой необходимости. Напротив, их достаточно высокое содержание оказывает положительный эффект на сохранение уровня базального обмена и отчасти препятствует развитию метаболической адаптации на дефиците калорий. Все способы преодоления метаболической адаптации в основном также базируются на манипуляциях, связанных с углеводами. И именно высокоуглеводные диеты, которые объединяются в группу High Carb Low Fat, показывают себя наиболее эффективными для снижения процента жира в организме, согласно большинству авторитетных исследований. Именно отсюда пошла фраза о том, что жир горит в огне углеводов. Так что я ничуть не преувеличу, если скажу, что в грамотных руках углеводы могут служить очень эффективным инструментом работы над качеством тела и его массы. И да, не забывай, что тот факт, что организму легче запасать жир, нежели углеводы при переедании, не говорит о пищевых жирах ничего плохого. Но говорит о том, что переедание чревато набором избыточной массы тела. Так что вывод простой. Не хочешь набирать жир, не следует переедать. А теперь парочка практических рекомендаций, связанных с углеводами. Первое. Помни о том, что все вышесказанное мной говорилось о чистых углеводах, а не о какой-то конкретной еде. Большинство углеводных, содержащих продуктов питания, это не только углеводы. Например, в 100 граммах гречки содержится 72 грамма углевода, 3 грамма жиров и 13 грамм белков. В 100 граммах овсянки содержится примерно 60 грамм углеводов, 12 белков и 6 жиров. В это же время в 100 граммах сахара содержится 100 грамм углеводов, половина из которых глюкоза, половина фруктоза. И да, практически все углеводы из гречки, овсянки, сахара и чего угодно еще все равно станут глюкозой. Но не надо забывать, что в отличие от сахара гречка или овсянка содержат в себе и белки, и жиры, и клетчатку, витамины, и минеральные вещества. И поэтому сравнивать их с сахаром попросту некорректно, так как они представляют собой сложные многокомпонентные продукты, поэтому в идеале не менее 80% всех углеводов тебе следует получать из цельных природных источников, таких как фрукты, овощи, злаки, бобовые, орехи и так далее. А остальные 20% или меньше в принципе могут набираться откуда угодно. Вторая рекомендация. Углеводы и их конечный продукт метаболизма, глюкоза, являются осматически активными факторами. Это означает, что глюкоза тянет на себя воду. И чем резче и сильнее поднимается уровень сахара в крови после приема пищи, тем больше вероятность того, что часть глюкозы окажется в тканевой жидкости, а не в клетках, в результате чего повлечет за собой интерстициальный отек. Проще говоря, чем больше простых углеводов за один прием пищи ты съешь, тем выше вероятность того, что это приведет к повышенной задержке жидкости организма. Это не вредно и не опасно, это не патология, но так как очень многие люди беспокоятся насчет своей внешности и стараются избегать факторов, провоцирующих даже краткосрочную отечность, я должен был об этом сказать. Так что если ты боишься этих кратковременных отеков, то не следует устраивать эпизоды с поеданием большого количества сладостей за короткий промежуток времени. Ну и третья рекомендация. Каким бы ни был выбранный тобой тип питания для похудения, самое главное, это комфорт, который ты испытываешь в процессе. Высокоуглеводная диета, низкоуглеводная диета, бигетарианская диета, палеодиета, интервальное голодание, средиземноморская диета и так далее, все они работают в аспекте похудения. И все работают за счет одного и того же механизма. Создание дефицита энергии, венуждающего твой организм использовать собственные энергетические запасы, то есть джин. А каким образом ты создаешь этот дефицит, это уже вторично. Главное, это твой комплайенс, то есть твоя максимальная приверженность к соблюдению своего рациона питания. И не забывай, что то, что не нравится тебе, точнее, то, что нравится тебе, может не нравиться кому-то другому, и наоборот. Поэтому говорить, что ты питаешься правильно и чисто, а люди вокруг едят всякий мусор, крайне некорректно. Пожалуйста, не демонизируй еду. И пойми, что в мире нет плохой и хорошей еды, нет однозначно полезных или вредных продуктов и блюд. Нет какой-то особой еды, от которой толстеют, как и еды, от которой худеют. Все сводится к балансу энергии. И чем меньше бессмысленных ограничений будет в твоем рационе питания, чем разнообразнее и сбалансирование он будет, тем меньше будет риск того, что в своих стремлениях похудеть ты обзаведешься нарушениями пищевого поведения, которые станут новой, еще более серьезной и опасной проблемой, чем просто лишний вес. На этом на сегодня все. Я благодарю тебя за внимание и просмотр этого видео до конца. Если тебе понравилось, не забывай поставить лайк и поделиться со своими друзьями. До новых встреч. С уважением. Павел Баранов. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok